Ну а здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Рухаб, с вами Мила, комментирую я по-прежнему для вас вместе с Морталисом и следим мы за китайскими квалификациями на Дремлигу. И следующее, Бо-3, которое мы будем с вами смотреть, Кингейминг против Ньюби. Первая карта. Да, все верно, всем еще раз доброе утро, время 20 минут 8 в Москве и мы продолжаем смотреть квала на Дремлигу. Ну, напомню, что сетки лужеров не будет на этом турнире и после этой серии мы посмотрим еще одну и просто прямо сегодня узнаем, кто же из китайских команд будет представлять Дремлигу. Кстати, вообще, я хотел сказать пару слов об этом турнире, об этом миноре очередном. Состав участников, вот в общем и целом, выглядит довольно средненько. Ну, есть, конечно, Liquid Secret и вот кто-то из двух китайцев, да, будет финалистов, но при этом остальные команды, те же Pain Gaming, сейчас считаются лишь третьей командой в Южной Америке. Третий в Южной Америке, это же звучит страшно. И Морталс из Северной Америки тоже, ни ЕГЭ, ни комплекции, ни кто-либо еще, а всего лишь Морталс. Ну, Фнатик, ладно, Фнатик выстрелили один раз на мажоре, я в эту команду пока не очень верю и хочу посмотреть, как они будут смотреться на дистанции. Эмпайр, наверное, тоже сейчас, при всем к нему уважении, не самый сильный представитель СНГ региона. И ОУДЖИ, ну, такой середнячковый будет турнирчик, просто кто-то из фаворитов заедет, заберет поинты в копилочку свою и уедет. Вот, не знаю, не вижу я, чтобы кто-то из середнячков там эти очки сумел заработать. Ну, давай к драфтам, наверное, переходить. Что думаешь? Итак, да, драфты. King Gaming, Disruptor, Sun King, Death Prophet, Newbie, Bane, Hero Copter и Beastmaster. На данный момент драфты достаточно стандартные. Один из самых популярных Disruptor Support, плюс такая же ситуация с Bane. Hero Copter, Sun King, Beastmaster, Death Prophet, все эти герои встречаются даже сегодня. Мы видели большую часть из них на первом Бот-3. Ну, и что стоит обсудить? По поводу Newbie очень много контроля. Beastmaster, это отличнейший ультимейт, который пробивает Блокинбары. Bane, такая же идентичная ситуация. Hero Copter со своей ракеткой уже тоже доставляет большое количество неприятностей. King Gaming, отличные ультимейты, благодаря которым можно драться и вносить большое количество урона. Опять же, Disruptor, The Static, пытаться кого-то зафокусить. Death Prophet для товаров, ну и Sun King для замеса выглядит все очень неплохо. Увеличивает свой пуш-потенциал Terror Blade, герой, которого в последнее время очень сильно обсуждают. Поэтому мне пик King Gaming кажется достаточно сбалансированным. По крайней мере, пока что. Пик абсолютно хороший, особенно после выбора Terror Blade. Единственный такой нюанс. У них, как ты правильно отметила, сильные ультимейты, ну плюс Terror Blade со своей формой. И все вот эти способности, три ульта плюс метаморфоза, обладают большими кулдаунами. А значит, команда не так часто сможет драться. И тут все зависит от нюби, насколько часто они свои файты будут навязывать. Все-таки у них кулдауны гораздо ниже, что у Бестмастера, что у Гирокоптера. Ну, Шейкеры без Хаслэма можно на средней стадии игры подраться хорошо. Поэтому, вот в зависимости от того, как они будут диктовать игру, как часто они захотят драться, здесь кин нужно как-то подстраиваться, доджить файты без ультов. Когда они есть, успешно их принимать и реализовывать на 100%. Иначе будет худо. Ну, пока лейт потенциал посильнее у кин. Тут без вопросов. Terror Blade плюс ДП поинтереснее выглядят, чем Гирокоптер. Будем смотреть, чем закрепят все это дело нюби. Тинкера забанили, конечно, кин против Terror Blade. Идал последним своим баном. Тут тоже логично. И Тейтхантера тоже добирают себе с огромным кулдауном на ульте. Но, опять же, очень сильным. И файт сумасшедшего кинги. Просто невероятный. Да, но ты очень здорово отметил про длительные кулдауны ультимейтов. Ньюби при быстром и хорошем фарме соберут себе Блэкин Бары. И будут отправлять Гирокоптера вперед, если, например, сами удачно будут начинать замесы. И попытаться за рор кого-то убивать. То продолжение может быть не самое лучшее. Притом, именно есть чем убивать Рорблейды. Есть именно фокус. Ну, что ж, посмотрим. Опять же, последний пик от Ньюби. Есть Devourer какой-нибудь? Для пассейва. Ну, интересно, феномиллиональная игра сегодня от папарацци на этом персонаже. Показала нам, что можно сделать, когда у тебя в команде Devourer, который знает, когда нужно прятать тиммейтов. Но появляется Медуза. Они решили поиграть в Лейд. Да и правильно делают. Раз уж Кингейминг хотят играть в Лейд с Террор Блейдом, да и Ньюби. Естественно, от такого удовольствия отказаться также не могут. Все-таки вот этот стереотип, знаешь, древний, которому уже лет 10. Китайцы все любят в Лейд и в затяжные игры. Конечно, так было давно. Сейчас уже все команды играют разными абсолютно стилями в зависимости от ситуации. Но здесь будет битва в Лейде, если одна из команд не задавит раньше. При этом и у тех, и у других ресурсы для этого имеются. И те, и другие могут пушить, и те, и другие могут в случае файтов большое количество по одной-по две вышки за раз забирать в случае хороших для себя разменов. Конечно, тут очевидные фавориты Ньюби. Это подтверждает и коэффициенты букмекеров. Например, на Ньюби дают 1,1. А на Кингейминг дают 6,1. Разница просто колоссальная. Даже 1,5 дают на то, что Ньюби выигрывает 2-0. Все ждут от них просто легчайшие прогулки здесь. Разминочка, так ее можно назвать, перед финалом, где уже их ждет Вичи Гейминг. Пожалуй, вот это дерби сейчас, Ньюби Вичи Гейминг, это лучшее дерби Китая. Что это? Ты видишь, я тебе мигаю? Посмотри на Т2 Тавер в миде у Кингейминг. Вард поставили? Да. Достаточно неплохой вард, хороший вижен. Чтобы курьера никто не подвезал, мало ли там где-то кто-то выйдет, знаешь. Ребята, надеюсь, я понимаю, что вы шутите. Это был просто мисклик, разумеется, они хотели отдать. Такой вард они бы точно не поставили, и только если это возможно, даже как-то так. Но это ошибка. Срочно лейте хаты на Ньюби прямо сейчас. Начало растет, просто этот коэффициент вырос. Ладно, давайте... Ставишь миллион, получаешь 100 тысяч, нормально. Давайте изначально отметим два момента. Первый, лично мне сейчас у Кингейминг пик очень нравится. Несмотря на... У Ньюби тоже очень хороший пик, достаточно стандартные персонажи. Но, тем не менее, по, разумеется, по уровню команд, разумеется, разумеется, еще раз повторю, Ньюби гораздо выше. И даже несмотря на отличнейший пик, в данной ситуации Ньюби должны выигрывать. Руны, руны, руны. Вот так вот. По руну у нас ситуация еще разминали. Кстати, я сейчас подумал, мне очень нравится Тейдхэнтер, вот этот ласт пиком в сложную линию. Объясню, почему. Давай. Он любит стоять против милишников, которых сам напрягает при помощи анчерсмеша. Против которых стоит и терпит легко, и зарабатывает экспу, и денег многое самое главное выносит. А вот эта история точно будет другой, потому что это два рейндж-героя. Даже при должном желании они могут убивать его довольно легко, если тот будет подставляться. При этом он вкачал гаш на первом левеле, что тоже немного странно. Гаш обычно качают, если... Ну, это прямо нужно, когда вы столкнулись пять в пять, когда вам нужно подраться, может быть, фраг лишний заработать. А вот сейчас он умирает просто потому, что у него есть гаш, и он вышел далеко. О, он еще и фласку потратил, я не успела заметить. Да, 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 просто легчайший фраг для мужа. Слушайте, ребята, кто залил, тот вправ, походу. Ну, серьезно, что-то какое-то прям пик очень хороший сделали, потом вот этот вард, потом Тейдхэнтер на сложную линию пошел с гашем, потом фласку пил, хотя бы было очевидно, что он здесь умирал. Не знаю, почему все это происходит, но что есть, то есть. Ладно, хоть телепорт не прожал и хотя бы прилетел, и то хорошо. Слушай, это было бы вообще вот прямо, знаешь, в этот момент я бы, наверное, уже писала. Прямо не в той ноги бы он стал сегодня реально. Ну, я не знаю, вы сами все понимаете, я думаю. Ладно, там снизу вроде что-то происходило. Да, там действительно драка, там прогоняют сейчас какао, уже Террор Блэйд поражал свою форму, два Спорта пока рядом с ним, с линией не двигаются. Ну, вот Бесмастер тоже самостоятельный персонаж, как только форма закончится, Бесмастер может спокойно стоять против этого ТБ, в какой-то степени даже гонять его. Не, ну, против троих-то он не постоит. Ну, против троих, да, я просто все надеюсь, что кто-нибудь из команды Кин уйдет с этой линии рано или поздно. Хорошая фиссура и Дезраптор должен был отъезжать, но Сан Кинг сделал все очень четко. Куда ж ты пошел? А там фиссура достала, да, судя по всему? Судя по всему, он просто не мог, он хотел замасить, в итоге фиссура. Не было там для одного, чтобы проесть путь себе, да, и легкий фраг. Ну, как легкий, тем не менее, это фраг 2 в 3 на сложные линии. Это тоже не очень хорошо. Ой, не знаю, как-то меня эти ребята пока не сильно впечатляют. При этом, знаешь, у команды дела вот в своем регионе, они, понятное дело, не играют с сильными китайскими командами. Так, может быть, Кейпи сейчас получится убить, есть Бару Страйк и Кейпи погибает. Но сейчас уже как раз 1 в 3, то есть они меняются Шекер Шоу, поэтому, да, изначально не так было. А зато в миде выход на Олд Чикина. Олд Чикин, наверное, самый известный представитель этого коллектива. Ну что, получится ли убить здесь Беспрофит? Не, она, мне кажется, должна уходить, у нее еще фаерфай была, имеется, поэтому достаточно грозно. Фиссура была, можно было поставить забор, и он бы не прошел. Не знаю, может, они побоялись, что медуза большая, мало хп, я не знаю. Там нет маны у Деспрофит, там не... Да, они вдвоем бы ее загрызли, если бы хотели. Такое чувство, знаешь, что у нас Дота лагает, и мы вообще хаос какой-то наблюдаем сейчас на карте. Вот сейчас вот она, фиссура, вот сейчас убьют с второго захода. Фору дают, что ли, не убьют таким образом? Я не знаю, как это объяснить. Да тут, по-моему, все дают фору. Ладно, просто... Ребята только проснулись, возможно. Нет, кстати, вполне вероятно, потому что... Мы уже смотрели, такое случается. Первые игры, они иногда не совсем понятны. Вот с такими вардами, с гашами на Тридхантерах. У них уже пол первого в Китае. Ну, они ты что, только проснулись? Ой, да ладно, да ладно. Вот давай вспомни, когда ты просыпаешься обычно у нас. Ну, бывает. Бывает, бывает. Вот оно и бывает. Ну, после ночных кастов, после какой-нибудь Америки, там, можно проснуться... Можно не проснуться. Можно вообще спать не ложиться. Просто 50 часов без сна, и потом овощем ходить, думать, о, господи. Как жить дальше? Итак, кстати, сейчас у нас, возможно, будет нападение на Шейкера. Подкоп от Санкинга подходит сюда Тиро Блейд. Разумеется, урона очень много. Хорошо. И Шейкер отправляется в таверну. Счет становится 2-3. Немножко перенаглел здесь Шейкер. Немножко далековато, скажем так, пошел. По поводу миды, деспрофит против Медузы. 16-11 с Трипл Си. Ну, понятное дело, что у нас 4 деспрофит. В принципе, плюс-минус равно. Немножко больше динайв от Медузы. На топе выход на Дарка. Ракета в него уже летит. Тут Муги начинает расстреливать с Руки Берриджа. Хоть пара крипов есть, но это все равно не должно позволить уйти отсюда до арку. Есть, правда, 5 стиков. И Ласку не прожимать. Все, погиб. И ладно, сейчас на телепорте вернется. В Ласку хотя бы не прошел. Все уже нормально. Не, ну, что можно сказать? Здесь Тейд Хантер в безвыходном положении был. То есть он никак бы отсюда не ушел. Сложная линия для него. Очень сложная линия для него. Ну да, когда ты особенно приходишь. Он даже против Террор Блейда лучше бы стоял. Ну, условного. Пока тот без формы, он стоит и гнобит просто этого Террор Блейда. У нас внизу Санкинг. Отличный подкоп по двоим. Спасает своего Террор Блейда. У него были большие проблемы. Почему он испугался? Почему он испугался? Были стики. Можно же было драться. Вот сейчас выход на КК и КК успевает подстанить двух героев. Но это не позволит ему уйти. Еще и КП можно забрать. В итоге минус 2 будут оформлять. И хотят оставить, конечно, фраг ТБ. Но тот не успел по скорости догадать. Хорошо. В любом случае. Не, он правильно сделал. Он изначально немножко отошел для того, чтобы Санкинг синициировал и получил именно там все с пола его лицо именно Санкинг, чтобы он не просел. В итоге вышло здорово. Дезрафтор потянулся. Они уже втроем смогли драться с выгодной для них позицией. Поэтому тут получилось все верно, скажем так. 4-4. Очень достаточно активная, скажем так, Дотан. Нас сегодня ожидает на китайской квалификации. Хороший старт. Бодренько, бодренько команда играет. И нет, знаешь, пассивной такой прям игры. Даже если в лейт пытаются команду уйти, они все равно дерутся. Они все равно там за 50 фрагов примерно зарабатывали. Смотри, в мид выход со смоков. Скорпион вместе с Дезрафтор. И два телепорта. Два телепорта. Однеко еще и фиссура от Шейкера. Но и вот пришел Герокоптер. Просто так С-Трипл Си не отдадут. Поэтому выход был очень неплохой. Они на самом-то деле, если бы телепортов не было, скорее всего бы осилили Медузу. Но те самые телепорты командная Дота показывает себя во всей красе. Ну и там тем временем Дарк на топе на своем Тайтхантере выдохнул, когда ушел Герокоптер. Кстати, 5-й левел, и он себя чувствует несколько лучше, чем Бистмастер. Бистмастер все-таки стоял в основном в паре с саппортом. И экспы имеет чуть поменьше. Тайтхантер наверняка что-то левел вынесет раньше. Плюс Тайтхантера крипов добито. Ну, столько же, ладно. И сейчас спину выходят к Дарку. Похвалил Тайтхантера? Неболго музыка играла. Получай. Вот, обычно я хвалю так, что сразу герои погибают. А тут, посмотрите, Морталис взялся за это дело. Ну и фраг достается Герокоптеру. Третье спирт для Тайтхантера. Счет у него 0-3-0. Пока подфидонивает... Не сказать, что на самом деле сильно, потому что я еще раз напоминаю... Но плейнер я так вижу. Это нормально. Это сейчас, это нормально, правда. Для него... У него появится своя красная кнопка, которую он будет готов нажимать. Да, понятное дело, чем меньше ты умираешь. Это, кстати, у нас опять начнется Санкинг. Подкоп. Подвоем очень много дэмэджа впитал. Фиссура от Шейкера. Тайтхантер без реваджа. Поэтому могут ньюби вести себя агрессивно. Будет ревадж. Сейчас. Все, 6-й левел есть. Теперь знают, что есть ревадж. Там тем временем как бы не подставился дисраптор. Его гонит Шейкер. У Шейкера много урона. У Дарка есть ревадж. Он его пока не прожимает. Вот сейчас прожал, по двум героям попал. И нужно, конечно, кака отсюда. Ни в коем случае нельзя его. В смысле отпускайте, кака погибает. Отлично. Ну вот первая реализация реваджа. Главное, что он его использовал сразу. И я надеюсь, что будет использовать часто. А не так, как Тайтхантеры Терпилы, которые там раз в полчаса дают. Ну прям, чтобы на верочку. Ну плохой ревадж. То есть, да, получилось фраг сделать. Теперь сколько надо. Сейвил плюс убили. Нормально, все. Все равно в ближайшее время никуда он не пойдет. Так оно и есть. Из минусов то, что сейчас знают, что у него этого реваджа нет. И могут там чуть ли не под тавер давить и так далее. Как дела? Ага. Диспрофит Аркейн Рона. А, хотелось бы вообще вот сразу дать ультимейт и как-то подпушить тавер в миде. Он, наверное, такого же мнения. Он старается с крипами разделаться побыстрее. Побыстрее. Неужели даже пушить не будет? Думала, такое время хорошее. Да нет, должен, должен. Неужели не будет? Серьезно. Слово абсолютно. Да и Аркейн Рона закончилась. Ну не знаю, вот как раз крипы и были. Он бы тут 20% тавера снес. Я понимаю, что это не так много, но тем не менее это лучше, чем ничего. Может он пойдет на бот, на топ, на куда-нибудь. Но нет, пока у Чикин стоит в миде. Пока стоит и стоит, главное, это его право. Может нужны какие-то артефакты, как я говорил. Так, вот летит уже как раз таки. Так, нужно возвращать обязательно будет хоть кого-то. Дисраптору. Неужели ни по кому не достанет? Нет, Ринджи не хватает. Ни по кому не хватало. Ну, первого уровня Глимс. Но сейчас вот, подождите, Муги, Санкинг, Подкоп, Эпицентр. Разумеется, не будет, он еще четвертый уровень. Зато будет экзорцизм от Дес Профит. Разбираются с Герокоптера. И все-таки получается правильное решение. Благодаря экзорцизму, Алл Чикин знал, что они вместе загруппировались. То есть, он не один же прилетел сюда. Он сразу, видимо, с командой колу был. Что вот, ребята, давайте попадем, убьем на топе Герокоптера. Позвал Дисраптора. И у них, правда, получилось сделать. И так еще нашли. А вот это, кстати, крутой момент. Это очень здорово для Тайтхантера того же. Он как раз заработает те деньги, которых не досчитался из-за своих смертей. И вот Кака не успел даже одного Крепочка здесь отжать. Все, просто забрал все. Ему было сложно на линию. Он хочет реабилитироваться и так далее. Дисраптор левел пятый. Седьмой левел Бестмастер. У него имеется рор. У него имеется 1800 золота сверху. Очень интересно, какой же айтембилд Бестмастер выберет. Есть на данный момент два самых популярных айтембилда. Первый это через некрачей, которые используют большую часть игроков на этом герое. Ну и второй через шадоу-блейды и так далее. Это билд юниверса. Думаю, доминатор будет самым первым предметом. Вот раньше, по крайней мере, большая часть собирается так, но не юниверс. Очень интересно, он отыгрывает на этом героя. Я думаю, что все, кто смотрел Мажор, заметили разницу между ним и остальными бестмастерами. Интересное решение. И вообще реализация этого героя совершенно разного. Сандра использовать ТБ, да, он его использует на СТЦЦЦІ. Ну, просто потому что сильно просел. Ни о каком убийстве речи быть не может. И заденайть бы вышку. Ой-ой-ой, здесь подходит Фейт и использует свой ультимейт также в МСА. А теперь ты без Сандра, дружище. Ну, спасай этого, у Чикин, казалось бы, нет. Нет, но получается. Но убили, и КК тоже убьют. Этот даблкил для Юна, это все равно лучше, чем то, что сделали Нюби. Они вышку не добили, можно ее заденайть, если что. Плюс убили двоих, плюс убили Медузу. Да, потеряли Террор Блейда, но все равно плюс они остались. Только Террор Блейд ошибся, сразу же неплохо вышли. Да, здорово, получилось забрать Медузу. Например, Террор Блейд, у него была статистика 3-0 до этого момента. А у Медузы 0-0. И он вторую позицию по надворцу занимал, а Медуза третью. То есть чуть-чуть выгоднее. Но с другой стороны забрали же еще и саппорта. Так, а снизу еще на КП выходят. Террор используют и, скорее всего, здесь Дисраптору не поздоровится. Последнюю точку наносит Гирокоптер. Ну, вот опять же, размен 1 в 1, оффлейнер на саппорта. Форма потрачена. Это такой, размен с одной стороны неплохой, с другой стороны перетянули сюда достаточно много игроков Ньюби. Но тут находится еще Дэс Профит, который находит Бэйна. И Бэйн, 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 благодаря своим замечательным статам отсюда уходит. Кулдаун от Гирокоптера, который подумал, что пойдут чейзить за Бэйном, но никто за ним не пошел. В миде Санкинг за Денайл Тауру. Находится он под Аркейн Руной, собирает себя, разумеется. Блинк Даггер, до которого еще 800-900 золота нужно где-то найти. У Тейд Хантера, как вы помните, уже достаточно давно он реализовывал свой реведж. Реведж у него имеется. И неплохо было бы как-то подраться. Потому что пока, в принципе, не так плохо. Это получается у Кин Гейминг. Несмотря на небольшое преимущество в целых двух... Ну, вообще, 2000 это совсем немного. Да не скажи, 2000 прилично. Я вот на Творца смотрю. Тут даже дело не в 2000, а в том, что три героя, очень богатых сейчас у Ньюби Аквапа. А ДП вроде бегает. Вроде что-то пытается убивать, но при этом ноль фрагов имеет, два ассиста всего лишь. Много перемещений по карте. И деньги не зарабатывает. Бегатня, к сожалению, ее не заканчивается. Ничего хорошим конкретно для этого персонажа. И она отстает. Отстает существенно. А то и же Медуза. Не забываем, что Медуза плюс Гирокоптер. Это два слишком сильных хардкерри. И одного Террор Блейда может не хватать. А если ДП не разгонится, то не факт, что она успеет вернуться. Это кор-герои, которые очень быстро формят. Тоже это не стоит забывать. В отличие от Death Profit. Death Profit, да, у нее есть сформа. Она может там на лидни крипов добить. Но тем не менее, с эншитами она так быстро не справится, как та же самая Медуза. Поэтому ей нужно стараться реализовывать свой ультимейт по максимуму. И фраг делать, и тавер забирать. Как-то так. А пока, как вы видите, по всем трем таверам, которые стоят у Ньюби, у них это не очень получилось. Но через 30 секунд ультимейт появится. И посмотрите, внизу подпухшую неплохо не убей. Сейчас у Ньюби получится напасть на Тарка, прямо за вышку, через кулдаун. Ну что, повел до конца за ним? Нет, пока встречают по пути там Дисраптора, и можно убить его. Да, через Финскрип минус Дисраптор. Эпицентра, кстати, не было от Сен Кинга. Можно было его кастовать, цеплять сразу двух героев. По итогу, размен один в один. Пожатничать. Они не захотели дальше идти и Ньюби драться, потому что Рор был потрачен, и подумали, что против все-таки Тейтхантера... Кин могли драться, я вот к чему. Не так хотели. Не все для этого было. Там был и Эпицентр, и Рэвидж, идите, да... Они решили, что, видимо, против Дисраптора, то есть Дисраптор уже погиб, Террор Блэйд находился на топе, и решили, что вот, не хотим мы так странно, да. С тобой согласна, почему-то можно было на мой взгляд. Да, и в Радиусе Рэвиджа находились пара героев Ньюби, просто поражать его, ну а там как пойдет. Четыре тысячи, ну преимущество растет, вот недавно мы говорили о двух тысячах, вот стало уже четыре тысячи. И за счет, опять же, коры, которые очень быстро фармят, это один из больших плюсов Ньюби. У них быстро появятся те самые артефакты, которые им необходимы, быстро появится левел, который им необходим. И при появлении всего этого ультимейты, такие страшные, про которые мы говорили у Кингейминг, они не будут настолько важны. Потому что появится Блокенбар, например, на Герокоптере, все, тут половину героя вычеркивать можно, большую часть. Появится еще что-нибудь, это еще более сложно будет пробить. Да, Террублейд вроде бы неплохо вармит, но пока это только Яша, это не кажется таким страшным. Ступоль два, заход на Дарка, снизу Рор есть, есть Некра, Некра уже второго левела. Нет, пока не идут, на него там всего лишь Медуза, на Медузу может не хватить. Ну, 14-й левел, пока не так много урона наносит. Сан Кинг приобретает себе Блинк, отлично. Теперь у Кингейминга имеется хороший инициатор. До этого момента не было, можно было только за счет Глимса попытаться начинать замесы. У Тетхантера, как вы понимаете, нет еще Даггера, у него больше через нас, а через такого. Иду-ка я вперед, у меня есть Худ, и пробейте меня. Монта Стайл появляется у Террублейда. Сейчас по артефактам мы проходимся. Дальше с Трипл Си собирают себе Порос будет Пико, стандартный выбор. Герокоптер уже с Блэки Баром. Ну и Шейкер добивает себе Даггер. Хотя до Даггера еще достаточно долго. Бистмастер, айтембилд через Некра. Без Дембинатора. Третьи уже будут совсем скоро. Пара сотен опять же остается. Ну что, будут ли Кинг как-то использовать свои ультимейты? Будут ли они использовать Даггер на Сан Кинге? О нем Ньюби еще не должны знать. И да, мне хотелось сказать, что сейчас нападут на Муги, но нет. Может, знаешь, они даже не особо вроде бы хотели, хотя рядом находились. Вот смотри, в Смаках. Но есть БКБ Сан Кинг, Подкоп, Блэки Барм. Нужно прожимать, и он это делает и спокойно уходит. А так как Глимса нет, в принципе, даже если бы он был, он все равно под Блэки Баром находился. Поэтому его здесь не подцепить. Но используется Экзорцизм и Террор Блейд. Потратил форму. Соответственно, Тайдин Тава нужно точно забирать. Сан Кинг прыгает дальше, СТРЦСи подрубает свой ультимейт и показывает, что нет, ребята, со мной лучше в эти игры не играть. Тавр забрали, теперь и Кингейминг должны отсюда уходить. Ну и Ньюби, наверное, драться не очень хотят. Без Блокебара на Гирокоптере и без ультимейта Медузы им это просто не нужно. Они не будут драться без Даггера на Шейкере, у которого уже 2100 золота имеется. И он также его приобретет совсем скоро. А значит, команда будет готова к файтам. Ну а пока выходят на Рошана. Ну что, у Кин есть все. Кроме Экзорцизма, по сути. Эпицентр через 20 секунд. Рэвидж есть. Ну и формы у них нет на Терроблеяда. И Терроблеяда вообще нет. Да, поэтому я думаю, что они вряд ли пойдут. Так легко, так дешево тоже отдают Рошана. Ну, кулдаун формы. Ты говорил про это на стадии пика банов. То есть у них достаточно долгие кулдауны вообще всего. И благодаря этому у Ньюби, если что-то у Кингейминга потрачено, есть возможность забирать того самого Рошана. Сослипали Тайтхантера. Финс Грипп у нас был потрачен на Сан Кинга. Сбили. Сбили. Хорошо. Все живут. Все живут там Десаптера. И Рэвидж не своевременный. Команды рядом нет. Тут и Рэвидж вообще в никуда уходит. Эпицентр неплохой, казалось бы, но он снова ни до кого не достает. Убили лишь Шейкера. Сейчас Дарк также без маны остается. И Дарка можно гнать до последнего. У того есть Пайп. И Сандр используется, чтобы засейвить своего оффлейнера. Два в один размен. При этом потрачен Рэвидж, Эпицентр. И теперь нет ничего у Кингейминг для того, чтобы в ближайшее время драться. В ближайшую минуту они не боеспособны. То есть вот, казалось бы, у Террор Блэйда достаточно скоро появится форма. И можно было бы, наверное, пойти, попробовать какой-то там замес сделать. И то они бы не очень хотели. Тут Глимс по Медузе. Но в нее идти. Я не знаю, зачем они идут в нее. То есть она, посмотрите. Это Медуза еще, у которой не такие серьезные артефакты. Она уже всю команду Кингейминг прогнала от себя. А это у нее Маск оф Мэннес и Драгон Лэйдс. Это очень немного. Плюс у нее Аегис. То есть два раза убивать ее просто нет смысла. Здесь нашли Санкинга. Санкинга убили. А в это самое время Герокоптер разбирается с Дэс Профит из Раптера. И Дэс Профит очень лоу. Еще ракетка. Но у нее имеется ветра, которые нужно прожимать. И она их прожимает. Блэкен Барбл подрачен. Потом посмотрели. Может попробовать на Герокоптер. А чем его убивать? Чем убивать-то? Дэс Профит не может. Дезраптер, в принципе, с ультимейтом был Тайт Хантер без ульта. Тиро Бэйд вообще находится не позицией. И при том в самой не очень хорошей позиции, которая могла быть. Повезло ему, что убои на Финс Гриппа нет. Маны также тоже не было. Хотя рядом Дез Профит уже была, которая готова была сэйвить своего кэрри. А в это время Тайт Хантер. Статик Шторман Дезраптера. Санкинг. Подкоп. Без мастера имеется. Рор, рор. Нужно давай Тайт Хантер. Тайт Хантер получает очень много урона. Тайт Хантер отправляется в таверну. В спину заходит Дез Профит. Подрубает экзорцизм. Не знает, от кого грызаться. Решила выбрать первым целью Юшекер. Можно их забрать и Гирокоптера. У Гирокоптера нет Блокимбара. И слишком далеко зашли Ньюби. Слишком далеко зашли Ньюби. В спину здорово получилось осуществить выход у Дез Профит. Ну и немножко подзаработали все-таки денег. Потеряли, конечно, Тайт Хантера. Но, тем не менее, очень важный фраг на Гирокоптере был сделан. Им знаешь, как нужно действовать? Им нужно в драке. Мало того, что драки нужно проводить хорошо. И небольшой минус для себя. Нельзя тратить все сразу. Если они тратят пять важнейших способностей, то через минуту Ньюби просто придут с новыми силами и вынесут их вперед ногами. Нужно тратить по две, максимум по три. Вот как сейчас и получилось. Потратили форму, потратили экзорцизм, потратили статик шторм, у которого кулдаун небольшой. Дальше есть, если что, эпицентр плюс ревет. Потом их используют в следующей драке и вот так будут чередовать по два, по три ультимейта. Потому что, если все тратится, повторюсь, там драться второй раз не получится у команды. Ну, они не должны второй раз драться. Тут я на самом деле с тобой не согласна. Не, ну они умрут. Допустим, даже Ньюби в пятером умрут, они через минуту вернутся, появятся и пойдут драться. А чем будут отбиваться Кин второй раз подряд? Они должны за это время реализовывать, отпушить линии, там, забрать Рошана. Пока они отдают Дезраптора, то есть это же не просто так делается. Отключили, проверяй. Ну, должны были, но не сделали. То есть вот, посмотри, например, Т1 Ставер, который достаточно легко забирается. Теперь они, сейчас-то у них вообще ничего нет. Наверное, Т1 Хантер Равидж есть, Санкинг, Кэпицентр есть. Дез Профит без ультимейта. Ну вот, будет у них два ульта в замесе. Форма будет. Форма, если что, будет. И Статик Шторм будет. Даже больше, чем два у них. У них, по сути, только одного ульта нет. И Аегис по-прежнему у Медузы. Кико также есть. Да, Т1 Хантер без Даггера, Т1 Хантер без Форстаф, он не может нормально подойти. Пойдут ли так далеко Ньюби сейчас? Подловить их легко сейчас на хайграунде. В случае удачной драки, ну, действительно, можно камбэкнуть там на 3-4 тысячи. И загуляют ли Ньюби, вернее, заиграются ли Ньюби. У них, по-прежнему, Аегис есть. Возможно, это им придает уверенности. Поэтому они по-прежнему под хайграундом находятся и продолжают его суждать. 8 тысяч — это не критическое преимущество, но для 23-24 минуты достаточно весомое. Выше среднего, так скажем, наверное. Абсолютно верно. Ну и посмотри, они просто в позиционке хорошие стоят, и практически получилось снести Тавр. Сейчас я думаю, что они снесут Тавр и отойдут. По большей части это наиболее вероятный вариант. Если, конечно, кингейминг не подставится. Я думаю, что они просто себя уверенно чувствуют против них. Ну и начинается замес. Притом очень много тратится на Медузу. Медуза, еще раз напоминаю, была с Аегисом. И у нее он вот закончился. Нет, закончился только что. И возвращаю также Фейта. И Фейта также можно убивать. И по итогу минус 2 оформят точно сейчас скин. Как же по таймингу они все это сделали? Только закончился Аегис у Медузы. Вот почему я сказала, что они добьют Тавр и сразу отойдут. Потому что я понимала, что тайминги подходят. А тут, кстати, вгрызается бестмастер в Санкинга. И вот должно хватить урона, в принципе, забрать. А сам он улетает с помощью типа... Что? Как-то и работает. Нет. Подожди, а почему не сбил с помощью ветров? Я не заметила, куда он потратил их? До этого, что ли, тратил? Туда же, куда и Варт, наверное, потратил в начале игры. На себя, что ли, прожал? Не увидела, честно. Полдаун 23 секунды. В любом случае, бестмастер ушел и халявный фраг заработал, который не вытекал из логики этого момента. Но при том, его бы здорово было убить. Потому что, если вы обратите внимание на нетворсы, то Медуза, про которую мы говорили, который быстро фармит, который фармил Эншетв, 12 тысяч нетворса. А бестмастер 10 тысяч нетворса. Согласитесь, это достаточно серьезный показатель. И, соответственно, за него тоже бы денежек осыпало неплохо. Обидно, конечно, что отпустили Кингейминг. Но, тем не менее, самое главное у них получилось сделать. Они отбили свою сторону, свои бараки. Плохо, что им приходится отбивать свою сторону на 23-24 минуте, когда у них пик, когда они как раз должны давить в это время против Медузы и Геррокоптера. Потому что у тех еще не такие серьезные артефакты. А вот представьте, что будет, когда Геррокоптер и Медуза получат больше слотов. Медуза собирает себя с Кадди. Пока представляю, как убивают КК рядом со Шрайном. И убили ведь. Никто не пришел его сейвить? Эх, тиммейты. Сразу вспомнился, вот это не гифка, а момент, где ОДЖ обнимаются, все обнимаются, все друг друга обнимают, а Резолюшена не обняли. И тут обнимите, пожалуйста, Резолюшена. Вот такой вот момент, почему, почему никто не сейвил Шейкера, жалко его. Ну, саппорт, вот учись саппорта, ребята. Ты варды покупаешь, фиссорами отграждаешь их, сейвишь, форстафы им. А в итоге... Просто обидно. Это нелегкая доля у них. Я смотрю на этих кентавров и думаю, сейчас опять... Был бы тут инмейт, он бы сказал, что думает по поводу Фида кентавров. Ох, он вообще... Мы с Митей когда-нибудь комментировали, когда-то собрал Доминатор на Бестмастере, он просто всю игру считал, сколько... Он не просто отдал героев... Да, он... Сколько денег... Да-да-да, сколько денег... Сколько... Мы как-то насчитали около пяти тысяч, чуть побольше даже. Серьезно? Да. Это было очень весело. Это, причем, было еще в конце того года. Это была Северная Америка. Комплексы очень любили Доминатор. Они... Да, они прям часто... Кстати, у нас по-настоящему дочку Санкинг подкопали Медузу, однако в этот раз ее выталкивают, но Глимс спасает ситуацию. Слип от Бэйна просто шикарнейший. Тайдхантер, Реведж и неплохо. Теперь у Герокоптера уже проблем. Они отогнали, но убить... Убить получается только Медузу. Но самое главное, что получается, убить. Еще цепляют Бэйна. Бэйн под фокусом. Бэйн себя заслипал. Это ему дает пару секунд, но не отменяет того, что минус два. Да еще и Тавр получится забрать. Отличная реализация своих ультимейтов. Они так и сделают. Они так и сделают. Рошана в любом случае нет, несмотря на то, что появится он через полтора минуты. Форма работает. Есть еще Монтостайл. Не надо, не надо Северблейду драться против героев. Ему захотелось бы... Ох, эхо, Слэм. И успеть дофогусить Тиро Блейда. Вот только что был озвучен этот момент. Не надо драться против героев, заходить слишком далеко. Хотя, получается, забрать Герокоптера, но они потеряли Тиро Блейда. Они не могут теперь пушить. Просто нужно отходить. И теперь под замедлением... Они теперь... Ну, Тайдхантер очень плотный, поэтому достаточно долго будет его грызть Бесмастер. Но итог ясен. Он его догрызет. Прыгает дальше Шейкер. Фиссура и Дизраптор. Тоже минус. Втроем. Ньюби уничтожили втроем, потому что Кин сыграли отвратительно. Зачем? Зачем Тиро Блейд? Он изначально... Вы видите, что там нет Медузы, там нет Бэйна, да? Двоих забрали. Стой, бей Тавр. Все. Это твоя самая главная задача. У вас уже нет никаких ультимейтов. Вы из Дес Профит точно забираете Тавр. И дальше вы, соответственно, зарабатываете большое количество денег. Но они пошли куда? Вот сюда. Вот. То есть он уже не бьет Тавр. Идет, умирает. И далее. Ну, а теперь... Да и команда далеко была. И Сандер. Может, хоть рассчитывали на Сандер. Будь там Сандер, вообще по-другому бы дела бы прошли. Да. Но... Это все... Вот что значит опыт. Вот что значит сила. Просто Ньюби по сравнению с их текущими. А вот Ньюби знают, против чего им нужно играть. Зашли, забрали Тавр. Выгрызаются в Бестмастера. Но Бестмастера выталкивают. И будет Бестмастер жить. А теперь, зная, что... Так, там еще должны быть кулдауны. Плюс Скорпион сейчас разлетелся. Можно было даже на Рошана попробовать пойти. Но я думаю, что они вряд ли пойдут. Через 15 секунд. Экзорцизм через 5. Форма также через 15 секунд. Можно драться ким прямо сейчас там. Они просто будут там драться. Все будет. Кроме... Ну, не совсем. Подожди. Ну, Скорпиона только ульта не будет. Но это, кстати, самый невзрачный из их ультимейтов, скажем так. Главное, самим не подставиться. Сейчас в смоках находится Ньюби. И заходят Сумоны на хайграунд. Разбивают вижн. Ну, на Рошана хочется Ньюби зайти. Это понятно. Конечно, желательно кого-то убить перед этим. Потому что замес страшный. Викингейминг. Также необходимо его провернуть. Подкоп от Скорпиона. Гирокоптер. Прожимает сразу Блэкинг Бар. Пошел кулдаун. Влетает Шейхер. Эхо слэм. В принципе, неплохой. Тайдхантер. Реведж раскастовался. Дальше надо вгрызаться. Добивает Дэс Профит. Погибает Терроблей. Побивает Дэс Профит. Тайдхантер также в таверну. Замедление по Дезраптору. Единственный выживший Санкинг. Который вообще после того подкопа решил по-добру-поздорову свалить отсюда. Так как у него как раз своего ультимейта не было. Это минус 4. Это все ультимейты потрачены. Это потрачена форма у Терроблейда. Даже если они байбэкнутся, они будут без всего. Это Терроблейд, который сражался с Муги. При том, что рядом с Терроблейдом было еще несколько человек. А тут ГДГ можно описать. Они могут тронуться. Даже если сейчас байбэк и будут. А байбэк как нет, да? Не, байбэк и есть у Терроблейда и Дэс Профит. Надо выкупаться и идти пытаться хоть что-то придумать. А что сделать? Ну вот байбэкнулся Терроблейд. А формы у него нету. Просто что-нибудь. Формы нету. Фиссуры пошли от Шейкера. Тут еще... Там и пеццентр прямо сейчас есть у Санкинга. И вот он прыгает и прыгает. Не туда, не много. Вот же было две цели. Сандр успеет ли он прожать? Да, успевает. Но Гирокоптера хотя бы убьют. Нет, Гирокоптера... Никого не получается убить. Тэдхантер приходит. Убили все-таки Гирокоптера. Трон горит. Трон горит. Дистраптер также погибает. И Тайдхантер, к сожалению, погибает. Тоже погибает. Байбэк от Дистраптера. Да уж. Но вы понимаете, что сейчас Дэс Профит, в принципе, с Дистраптером особо ничего сделать не смогли. И победа Ньюби. Уверенная, я бы даже сказала, просто красивая от них игра. Все делали супер здорово. Тут, знаешь, хотелось бы Ньюби похвалить и немножко поругать Кингейминг. Только хороший мув, и они сразу же как-то ошибаются. Вроде бы делают правильные вещи, которые должны... То есть врываются на Медузу. У них получается зафокусить. Но как-то слишком много дайва, слишком много чейза, за что Гюби со своего опыта, с разворота, как я люблю говорить, смогли наказать. А они-то знают.